На что отталкивались при выборе, так скажем, трех часов выступления? Первый вариант, который мы предлагали, мы исследовали историю такого опыта в разных городах, в мегаполисах. Это были и зарубежные города, это были и российские города. Принципиальная разница, принципиальный подход. Все бесплатно. Одна просьба. Собственно, действующее законодательство быть обрядными. Максимально не ругаться, ладно. Больше рекомендуется петь песни про родной край, про Татарстан. Но если вы будете петь про любовь к маме, тоже это будет приветствоваться. Второй момент. Было предложение сделать 2 часа. Вы предложили сделать 3 часа. Мы это сделали. Просто, извините, у меня традиционно. Я думаю, многие музыканты с ним согласятся, что пока народ соберется, то есть это может пойти часть. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, многие с ним согласятся по этому плану. Потому что бывает такое, что вот днем, допустим, в 10.00 народу не абсолютно бабло. Друзья, я поясню сразу, да? Если речь идет об аттракционе, вы не по адресу, пожалуйста, обращайтесь в другие ведомства. Делайте возмездное оказание услуг. Пожалуйста. Мы говорим о творчестве. Творчество – это музыка. Творчество – это театр. Творчество – это изобразительное искусство. Возмездное оказание услуг – это не здесь. Речь идет о творчестве. Я понимаю, есть пожертвования. Кто-то жертвует в пользу. Пожалуйста. Это возможно в рамках действующего командательства. Все, что касается возмертного оказания услуг – это неправильная система. Подвольте, я просто, да, я, Евгений Петрович, хочу, чтобы… Это будет и переходим, и будет выглядеть. До смерти, может быть? Нет, нет, ну, виной, например, у меня. Добрый день, всем. Я на 8-м наборах. Я там в России, это задавка, когда-то чем-то таком давно. Вот, очень давно знаком с ним. Вот, Радкий пишет, что я знаю, Марата Пархатовича. Я, если можно, несколько слов хочу сказать в защиту всех, кто тут. Спасибо, что мы сегодня здесь. Это ваша слуга. Мы с Никитой приехали в ночь с Нижнего Новгорода. Я приехал в 29 городов России по прозванию врач Кшевик Николых. Мы так и занимаем 10 лет. Казань я люблю. Вот, я говорю каждый раз, что я люблю тебя, Казань, выражаю любовь просто с помощью нот. Чтобы просто было понятно. Я сейчас скажу про тебя, и потом обязательно про Никиту. Мне нужно сказать. Когда меня спрашивают, вам помочь, я говорю, лучше не мешать. Я думаю, что это будет интересно всем. Вот у меня в этом году должен быть альбом, освещенный Казани. Я делаю музыкальную открытку Казани. Музыкальный сувенир, фор Казань. Ночной будет. Или вот, можете посмотреть, представить. Вот, либо ночной вариант будет. Не знаю, куда-то, куда-то. А я сейчас посту. Нет, это не реклама, это не реклама. Это мой десятилетий тур. Я сейчас заканчиваю. Я думаю, что у нас есть аркумистные вредители, жители. Казань играет две ноты, у меня есть ноты. Я получаю второе руководство в Саратовской консерватории, но у нас будет новое строительство. Теперь самое главное про всех. Почему мы работаем в 29 городов? Марат Фахачево не имеет эту вещь. Нам не дадут работать. Вообще нет проблем. Я, соответственно, в Стамбуле буду играть. В Стамбуле. Я гражданин России и гражданин Израиля. И очень люблю Казань. Люблю. И у меня скажут, что все хорошо. С налогами, вообще со всем. Все в порядке. У меня вопрос вот такой же. Почему 2-3 часа? Сочи, курорт, вода, утка, игра по 4 месяца. Дают проживание, питание. Никто ничего вас не пользует. Но все, что мы хотим. Я готов сегодня заняться музыкантами улицы Казань. Я знаю, что надо музыканту. Не таскать оборудование. Можно поставить точки. Дать энергоопотребление. Зафиксировать за ним. Красиво позвать художника. Сделать ему бокс. Где он может закрыть. Извините, пойти по своей нужде. Ко всем музыкантам, художникам. Неприемлемым. Всегда спрашиваю. Нельзя материться. Нельзя пулить микрофон. Извиняюсь, я мой французский. Нет, не буду терять. Не пить. Нет. Не-нет. Не пить. Ну, когда спрашиваю, почему он зарабатывает. Ну, потому что я считаю, что я артист. Я не должен себя вести, как я хочу. Мне говорят лестные слова, я хочу услышать и иду вперед. Что касается, да, у нас самая большая комборда это музыкантов. И, кстати, очень многие здесь, вообще не то, что не из Казани, даже не из Татарстана. Я родился на Кавказе. Вот. Приезжаю сюда с первой курси. Вообще, в Татагорск. То есть, люди, которые у меня есть мои почитатели. Это и татарстанцы, это и русские, и татары. И евреи приходят, послушают, делают какой-то донаток, очень круто. У меня лично светохолок. У меня есть взаимоотношения. Были в пять лет с покойным фигурным, когда мне давали свет. И из-за того, что одна жительница дома каждый раз звонила по 17 звонков в полицию, ну, я же не буду ругаться. Я просто перешел к светохолку. Почему? Мне нужно энергопотребление. Мой инструмент, я оборудовываю, весит 130 килограмм. Мне нужно хранение. Мне дали парковку. Ну, запрещенные приемы, когда мы начали уже поднягивать, нет, пожалуйста, решите с Вахитовским потом. Вообще нет проблем. Вопрос следующий. Я хочу сказать, что каждый из сидящих здесь и работающих, он создает лицо, как ранее. Я хочу увидеть историю этого города. То есть не позволяю себе у кого-то хамства ни с кем. Ни с кем. Мои пожелания, то, что я работал в Сочи, в Самаре, в Терверке, в хамской крепости, дается кастрольный лист артисту. Он выдается на период с до, где предыдуется время. У меня было с двенадцати до двадцати трех. Двенадцати дня до двадцати трех. По татарстану законы тишины до двадцати двух. Вот. И самое важное, указывается в сколках с этими. С этими. Да. Конечно, чтобы не было взаимоотношений. Да. Чтобы здорово, что вы сейчас делаете обратные связи, интерактив. Я тоже мониторирую свой курс, а вы будете мониторить. Я понимаю, где какая точка, какой резонанс и так далее. В защите своего друга, мы с ним подружились в Ялте, Никита Юрьевича, аттракцион. То, что он делает, это сфера развлечения. Я ни у кого ничего не выпрашиваю. Нижний номер. Когда там артист стоит, говорит, а вот почему у вас шапка не будет? Я говорю, нет. Если не он вешал, потом я хочу поставить красивых карабинец в татарстанских костюмах. Не-не-не, секунду. Вопрос в следующем. Я считаю, что точка локации должна быть зафиксирована за артистом. Первое. У меня, допустим, это стационарно должна быть, и мне это нужно все выносить. Это очень много визит. Каждый раз таскать на два-три часа недостаточно. Потому что, ну, я поздно забрать на аудиторию, меняю, постоянно меняю. Играю. Да. У меня есть вопрос. Если мы обсуждали практически год, предложение обсуждаемое было. Если вы встанете на целый день, значит не встанет кто-то другой. У меня все очень просто. Свитер-холл, это территория свитер-холл. Не обсуждать ни свитер-холл, ни часов, нигде. У вас вопрос будет. Давайте от нас к граждополу, потому что очень долго человек вернул в мою сторону. Прямо целенаправленно обращался ко мне. Коллеги, ну, во-первых, нужно ваше мнение. То есть, если вы считаете честно, что нужно больше, а мы рассчитывали это время, исходя из того, чтобы вас больше было задействовано на самых важных площадках, чтобы вас за вечером успевали каждый отработать. И у вас, соответственно, через вас прошел определенный турист для наших горожан. Никаких вопросов. Давайте мы это еще раз рассмотрим и обсудим. Косом аттракцион. Ну, дадите. Какой-то так. Нет, это так. Подождите. Так или не так? Ну, вот, в принципе, шесть человек. Давайте еще раз это обсудим. Мы не взражаем. Но я хотел... Давайте прошу чуть позже. Можно? Никит. Я уж извините, вашу отчасти не знаю. Давайте чуть позже. А ваши вопросы вы сейчас зададите. Я договорюсь сразу. Мы ориентированы на то, чтобы сделать удобно по правилам для всех. Если вы скажете, если вы с собой договоритесь, что удобнее будет чуть дольше, то я отвечу, опять же, на ваш вопрос. Это минимизирует возможность новому внешнему участнику попасть в этот круг. Как только человек стоит на везде. Свитер-холл – это не свитер-холл. Это не имеет никакого значения. Но если я... Вот вы говорите, гастрольный тур, да? Если я захочу со своим гастрольным туром приехать туда и попасть в какое-то время, то у вас там все время забытка, это же нечестно. То есть должна возможность быть. Именно поэтому эти слоты созданы с каким-то временным порядком. Дальше еще раз я вам... Давайте объясню то, что я в самом начале сказал. Лихая, да, начинала. Надо начинать. Я полностью вас поддерживаю, что мы, наверное, в этот скандарже должны рассмотреть там, где серьезные большие группы, посмотреть, как помочь им, где можно будет складировать, поговорить с собственниками. Здесь у меня профильная отделка присутствует, но надо начинать. Нам для этого нужно понять, с кем мы в диалоге. А кто по хулигану пришел на эту улицу? Поэтому давайте начнем. Вот те, кто сегодня готов регистрироваться, заходить, работать с нами в программе, с теми мы в диалоге дальше будем решить. И места торговки, и места складирования. Но только давайте на равных, а не так же. Только с нас спрос и только с вас вопрос. А так мы готовы. Готов с вами отдельно остаться, или встретиться, и все обсудить. Если я знаю, что нет, значит, что... А что вы рассказали, пожалуйста? Ну, мы представим коллегу. Я хочу просто рассказать. Дело в том, что я считаю еще раз. Я говорю не только о себе, я говорю о всех. Вот владелем 6 человек, да? Мы видим 6 человек. И есть ли вот люди, которые сидят в кабинет, а я с ними давно вообще... Ну, мы не только кабинет. Я люблю, 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 я люблю. Кто-нибудь пробовал встать и поработать на мысль? Дождь, снег, жару. Кто-нибудь отдавал там просто, кроме кого? У меня почему это страшно? А сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю много, я хочу, сколько вам. Я думаю, сколько не зарабатываю? Если вы про бизнес, пожалуйста, не здесь. Мы здесь не полюбить. Это не бизнес. У вас есть статья. Мы с вами все смотрим, по-моему. Вы нам изоставляете площадку. Мы вам изоставляем площадку и начинаем свой диалог о том, какие проблемы вы ставите. Все отлично, вот это. Спасибо. Спасибо.